Вы можете начать. Всем привет. Меня зовут Настя. Вообще, я заканчиваю сейчас учебу в УЗИ в политехе. Под машинного мучения я иногда давно. Я сейчас заканчиваю в УЗИ. Но в целом я уже знаю достаточно, чтобы человек с вами поделиться, потому что это очень интересно и иногда очень реально. Так, в воркшопе я вас буквально за ручку проведу по всем позициям, которые нужно сделать, чтобы добиться наглядного результата и посмотреть, как вообще это работает. Прошу. Вообще, воркшоп предполагает создание описания для видео. Ну, в каком-то смысле покадрово или мы будем выбирать камеру. В чем вообще смысл таких вещей? Глассификация изображений, она в целом была очень интересной и популярной темой, очень нужной по невероятным причинам. Но насчет видосов. Сейчас особенная проблема. Если верить к каким-то принципиальным источникам интернета, то каждую минуту в форусе изображается около 200 часов видео по поводу ВТН. Что случится подобное? И выглядит невозможным для нормальной модерации. Потому что такая проблема, как модерация, это просмотры не человеками, а искусственным интеллектом, выглядит невероятно. довольно испытательная проблема, которая стоит решить. Вот. Мы воспользуемся сейчас штуками, которые сейчас наиболее популярны для классификации изображений, без создавания объекта. Кто-нибудь из вас, во-первых, уже на бетоне ходил? Примерно. Ага. Так. А кто-нибудь из вас, в принципе, знает, как работают все? Ну, в общем-то состояние там есть, но если что, я примерно, примерно скажу. Сначала я вам немножечко скажу. Наши модели для писания видео, ее уже сделали прекрасные дизайственные сайт-кабы. Они соединились в две модели машинного обучения, две архитектуры. И первая из архитектур, которая нам понадобится, называется клип. От OpenAid. Если кто-то знает, это помогло. Что мы делаем с изображениями такой прекрасной вещи. Нам на ход поступают картинки. Вообще клип предназначен для классификации изображений не просто по классу, как все остальные, а классификация ее по текстовым описаниям, которые мы, в принципе, можем предложить в ее сети сами. Текстовые описания могут быть в виде предложений, ну и всего такого. И получается, что у нас есть некоторый набор клиптина. И есть текстовое описание. Что происходит внутри телефона? Первое. Это тоже является отдельной архитектурой. Сердочная нейросеть называется. И машин-кодер. Мы должны представить изображение в виде какого-то Ampadding. На самом деле это не так просто, как кажется. Потому что... Непонятно, что такое Ampadding. Во-первых. Да. Во-первых, Ampadding – это некоторый объект в пространстве, который будет описывать наше изображение, ну, примерно полностью, насколько нам нужно для его классификации или решать какие-нибудь еще проблемы. То есть Ampadding – это объект в каком-то огромном пространстве признаков. Ну, то есть пространство признаков мы представляем себе как пространство окрасности, пространство зелености, пространство липс и прочих других вещей. Причем это могут быть на концу классификации такие характеристики, которые не совсем понятны для человека. Но они здесь были тренированы так, чтобы из этих признаков ей было легко распределить картинку по классам, для которых мы ее обучили. То есть все, что мы туда пригласим – это название классов, сколько их штук, как они все называются, он, собака. Так работает. А зачем вообще? Ну, я вообще не могу себе. Причем это для классификации изображений. То есть мы в ней все эти подъемы картинки, мы хотим написать, как ее можно описать, что это такое, что это такое. А для чего это хватит? Я думаю, что пользователи этим особо не пользуются. Ну, вот как я в предыдущем слайде рассказывала, это довольно популярная проблема – описание видео без участия человека. Ну, в принципе, довольно популярная проблема, чтобы искусственный интеллект, чтобы от этих разумеваний, как-то каким-то образом понимал некоторые понятия, понимал слова. Для разных целей, для осуществления поисков, праузов и прочих вещей, для модерации тех же текстов, картинок, но картинки – это такая же основополагающая вещь, как и слова. Если мы хотим классифицировать слова, будет понятно, что мы потом захотим классифицировать картинки, чтобы это происходило без нашего участия, чтобы алгоритм каким-то образом вырабатывать понимание, что они все такое. И для нашей цели, а это описание видосов, то есть создание комментариев, первое, что нам понадобится, вот это обязательно использовать, это фин-кодер изображений, чтобы сеть могла быть рекоментировать. Вот, например, это можно использовать и социальные сети, и чтобы, например, использовать ну да, какой-нибудь контент, любое изображение, точнее. То, с чем мы сейчас встречаемся, это путемные подсказки, потом это может быть подчастие человека, модерирование, изображение текстов с генерацией и прочие вещи для всего этого. Нам нужно сначала, первое, что нужно сделать, это заставить в нейросеть понимать, что такое картинки и здесь. Может, у меня подсесть? Я буду чего-нибудь использовать. Ну, на самом деле, все, что я здесь рассказываю, мы будем использовать только вот эту часть клипа, вот это нам, может быть, неинтересно на данный момент, но преимущество, например, над отдельно генерацией, которую мы используем вот тут, в том, что он был очень нужен, и он был обучен на огромном просто гетасете картинок, и, по-моему, комбинации равных гетасетов, то есть он понимает и цифры, и животные, и контексты, и людей, ну, и можно это все закончить. Но мы этого не будем. Мы будем использовать предобученную на огромном гетасете прекрасную, на сколько возможно, работающую штуку, которая выделяет из картинки примеры. Ядный вид. А эти признаки анатоматические или мусульманные? Нет. То, что нам нужно в нейросети, это классификация. То есть мы точно будем знать, сколько классов нам нужно будет. И при всяческих обучениях у нас существующей архитектуры, то, что мы можем в ней привносить, это классы, из которых нам нужно классифицировать, даже если их будет два. А признаки она выделяет на все свои слоя. Признаки выделяются, если что? Очень, грубо говоря, множественными перемножениями всяких партийцев чисел на входное изображение, просто закоктированные числа. То есть просто закоктировать его в числа, это не значит получить embedding, это не значит перевести его в некоторых островских признаков, машины его на завтра поднимутся. Например, вот он в преддатке, и в данном днем будут что-то искать. Ищет она в нем что-то? При помощи в адрес, предотвучивших изображениях таким образом, что она может нам гарантировать, что при получении уже когда-то виденной информации, в виде счета, например, она, скорее всего, классифицирует его как в адресе. И еще что-то, которое мы будем использовать. Вообще комбинация, которую мы используем, это инкодинг изображений и текстовый регион. Эта модель называется GPT-2. И она приятно тренирует тексты. То есть вообще эта модель называется трансформер. Архитектура трансформера, в принципе, очень интересная. Но в виде того, что стоит управляться, она просто состоит из множества декодеров. В общем, декодеры обращают внимание на входящее текстное предложение, анализируя каждое его слово последовательности, с матрицами, которые в свою очередь настроены так, чтобы по-разному учитывать протексты, и деказное слово предшествующие годы, рассматриваемые данные. То есть она настраивает свои писа и множество раз, примерно одним и тем же образом, мы перемножаем все эти матрицы, так, чтобы в конце получить опять же эмпозит, который будет давать вероятность для всего словаря такой модели. Словарь – это все различные слова, которые мы получили. И она будет выдаваться в бейтинг, который каждому слову на каждом его месте пишет, то есть вероятность, которая может появиться на этот текст. По идее выбирается самое вероятное слово, ну, чтобы генерировать продолжение текста, выбирается самое вероятное слово. Но это было бы слишком просто, поэтому мы просто умножаем слово на его вероятность, и в сериале с 90% у нас получается слово, у которого вероятность 90%, то есть выбирается не самое популярное, а, скорее всего, самое популярное. Это, получается, вы, грубо говоря, эта модель продолжает текст. Ты даешь одно предложение, а вот там дает два условия. Да. Такие модели, в принципе, не так обычные, что они могут и продолжать текст, и, например, переводить текст. Потому что, по сути, это очень похожие вещи. Какие слова начальщики это всего видела в связи с другом. Они могут быть по разному обычными для разных целей, но архитектура остается прежней. Кстати, в архитектуре используется вещь под названием «хэншн». А, когда я забыла, что на клип, что на эту штуку, есть ссылки. На клип была ссылка на GitHub. Вот. Вот. Нет, это не понадобится. Это вам, если интересно. Здесь очень много рассказано о потоке работы трансформера. Я думала об этом сказать, но это немножко сложно. Но, опять же, я зашла презентация, если вы не имеете в виду, я обзору, чтобы сеть в сказку. Так. Нам понадобится штука под названием «Музлака». Просто вводите в «Музлака». Приходите в первые ссылки. И если вы авторизованы в группе, у вас появится хорошо. Что пока делать? Прос imagination почитается в соответствии с задействованием «нашу». Проса si назад. Вот из карта «нашуа». Все нажимаем на создать бутнот. Колобовский бутнот – это очень интересное создательное программирование. Мы там будем писать код в формате ячеек. Если вы нажали на создать бутнот, у вас сверху должна висеть первая ячеека. В трему ее должен быть мы. У Галава единое поле видимости между всеми ячейками. Разница в том, в каком порядке вы запускаете код. Т.е. вход можно разбить по одной строчке, поместить каждую строчку в одну ячейку и запускать в очередь. Это будет то же самое, что скомплинировать эти фото вместе. Оно сохраняет свое состояние, которое было у вас после предыдущего запуска. И далее вы можете в любом проекте запускать ячеек, запускать альтернативу заново, а на последнюю руководную скану. Все понятно? Как это работает? Пока ничего не сломалось. Я приготовила репозиторий, в котором находится комбинация из этих двух университетей, заранее подготовленные для нас, в том числе и чумаками, сентября. Вот эта ссылка на репозиторий, вы можете скрируете на телефоне, пропустите себе в телегу, например. А он ее может скинуть, чем я. Ну и это не так же. Гугл кроме вам предоставляет очистительная машинка? Можно, пожалуйста. Лучше, если ты собанский очистительная машинка. А, у нас я очень... Да? Мой, просто... Это, конечно, слабое. Да, да. Важно. Ееее. Спасибо. Так. Все отходы. Естественно. У всех есть слабое. Да. Первые ячейки. Вообще, у нас там есть, собственно, некоторое пространство, куда мы можем сохранять картинки. Google Call Up не видит информация с нашего слабого звука. Правильно, в вашем он не видит. Он его можно включать. И в данном случае мы туда будем планировать идти к пустой. Вот этой. Здесь я подготовилась ранее папочку с видосами. Которые мы будем развивать. Один из них. И папочка data. Это вот методом длинства. Есть интересный год. Который, как бы, помогает этому всему работать. Ну, я вам про каждый файл вопрос тоже. Здесь можно писать консольные команды. Консольные команды должны начать с писать в глазах. И если я только поняла, то это не буду. Так, а что здесь нужно? А не очень понятно, что делать. Мы планируем репозиторию. Себе прям туда. Сейчас. И ссылка. Это прям сайт. То есть у нас там есть рабочий экспрессор, который мы можем спланировать. То есть мы можем создавать. там файлы. Обращаться к ним впоследствии своих ключей. Так будто они лежат. Ну, в целом, как и есть. Вы представляете там машину. Справа подключиться. Повторно сверху вы можете подключиться. Или у вас куда-то подключиться. Ну, видимо, нужно указать. Какой репозиторик? Ну да. Да. Я не знаю, кто-то, который может быть. Ну, обязательно. Мы это так. Мы этого как-нибудь. Это что, консоль? Это что, консоль? Но если консоль, она должна быть на секунде, по господу, твоей локальной консоль. Может быть. Я думаю, вы просто послухи напланировали. Да, послухи. Я думаю, да, хорошо. Так. У вас что-то, наверное, стоит? А-а-а. Читайте. 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 Еще один. Битклон. Ссылку на эту историю. Можно запустить ячейку сразу же. 8 марта. У нас сам может. Неуд Tiger Woj требует. Послухи. Окей, мне не казалось. Продолжение следует... У вас есть слева панелька, там есть еще панелька. Если вы не имеете в виду, померем их стороне панель. Нажимаем на панельку. Там у нас должна быть наша панельная система. По идее должна появиться панелька. Продолжение следует... Пока мы можем писать следующую чеку, если что-то не планировалось. Нам надо сделать необходимые импорты. Импорты – самый популярный библиотек. Просто, чтобы если мы идти как-то в альтернации с данными, мы могли это нормально делать. Есть такая популярная библиотека NavWy. Она предоставляет нам возможность работать с матрицами. Очень удобно их размножать. Выделять данные по маске и все такое. Это делают все, как только запускают кода. Пишем им импорт. Название библиотеки NavWy. И мы можем дать им какое-то имя, чтобы было проще писать S. То есть как мы будем к ней обращаться S, N, P. Это уже просто импорт. Как в любом паре с кодом. Это я имею в виду с кодом. Мы просто... Субсцетную знаку. Да, субсцетную знаку. Мы пишем все насольные команды, что мы можем дать с кодом. А это обычные импорты. Это мы делаем. Все увидели, что у нас там есть видео. Я не перелюсь у вас с вами в крышке. Мы будем импортить сейчас видео. Тот, который нашел. Называется Animals. Дарем самый нормальный перформанс. Для того, чтобы просто работать с видео, каким-то образом обращаться к его адресу. Пасить его в какие-нибудь переменные. Нам нужна библиотека, как названная, около 7. И мы пишем еще один пункт. Той же ячейк. Это будет следующий ячейк. Хотя можно сделать все удобно. Но я не буду дать точно не снять все включить. Но чтобы мы могли видеть, что у нас есть. ЦРВЦВ2. Это библиотека OpenCV, которую мы можем сейчас подгрузить вебет. Это библиотека. Это библиотека. Так. Теперь давайте откроем ML-бодушок видео. Посмотрим на него еще раз. Там принимался МП4. И скопируем просто отсутствие на ссылку. Для этого мы нажмем на три точки, которые управляются в следующем стиле. Вот. И скопируем. Первое. Теперь нам нужно положить переменную под названием видео, прочитанную комнат-силишкой, видео из нашего поля. Для этого мы делаем так. для этого мы обращаем с ключиотеки. И метод, который мы будем использовать, чтобы спальчить видео, называется видео обжаривающим. Т.е. мы сажаем, что будет под названием видео обжаривающим. За парт. Так. И в аргументах мы передаем видео-фикчеру ссылку, на которую мы скопируем, на наш видос. Вот тут. Вот тут. И вот там. Лишь, видно, что-то ничего нет. Нет, а он, кстати, за большим образом. В коллабе немного хорошо, потому что там нет сказок, они понижают, что это в принципе нет. Они скидываются, да? Да-да. Вот. И мы перейдем к клубу, и мы передаем субторами видео. Опасим сюда. Все переделаем. Дальше нам будет пускай с ним работать. Так как в коллабе очень неудобно проводить видос, все равно будет жутко тормозить. Мы просто посмотрим предметное видео, чтобы мы понимали, какие камеры мы хотим увидеть. Отлично, трое. Я считаю, что у нас всё равно, о чем у нас есть. What is happiness? Can we find it in a new pair of shoes, a fast car? Or at big house? Or does real happiness lie somewhere else? Hundreds of studies have proved that spending time with nature can make us feel better both in mind and body Ну, там есть еще, но в целом мы поняли, что мы хотим увидеть, сможем проверить, кто ли у нас получается. Немного посвятились. Так, и дальше мне нужно будет от вас, Аня. Здесь у меня содержатся некоторые штуки, которые нужно просто скопировать. Я буду объяснять, в принципе, что там. Но писать подключную абсолютно не стоит. Дальше, что нам нужно сделать, это выделить ключевые кадры. Есть одна утилита, она консольная, которая может помочь нам подбросить все динамовые кадры, более-менее похожие друг на друга, как в списке. И выделить более-менее разнообразные картинки из видео для диспансера. Так, скажите мне, если вы смотрели на тренинг. И у вас все нормально. Ну, все нормально. Нормально. Все открылось, может быть, дальше. Отлично. И, значит, мы будем выделять ключевые кадры. У нас есть сверху... Это, на самом деле, одна строчка. Очень-очень длинная команда. Вот. Она консольная. Как мы видим, она начинается высыхать белого знака. Мы ее просто копируем, и в следующую ячейку вставляем. Предыдущую, кстати... В предыдущую ячейку у нас выглядит два импорта и видеорабо. Да? Угу. Это просто встали, почему мне это не нужно? Нет, мне это не нужно. Сейчас посмотрю, как она выглядит. Правильно я не буду делать? Да. Энглот. Так, как мы проб, это название... Дальше у нас будет ссылка. Я ее даже не знаю. Вот. Селекция стрима, это мы выбираем аудио или видеоскрип. Вот. Дальше витоконт показывает, что нам нужно фрейм. И в конце концерта Z вы можете посмотреть. Фрейм. Это точка неизвечения. Куда этот утилит выделит номера кадров по порядку. Которые она сочла ключевыми. То есть у нас будет большой список формаций с вами. А не ZX. Ну, ZX. То есть эта утилита она возьмет в видео. Все одинаковые картинки. Ну, это 60-х картинок. То есть он тогда убежит. То есть это уникальный кадр? Ну, она бывает. Опять же похожий кадр. Но в целом она сделает. Вообще у ключевого кадра есть другое описание. Тот, который типа завершает переход между кадрами. Что-то такое. Тот, который свой алгоритм. Он, по-моему, не связан с точком ключевым. То есть она переведет от серии к серверу. Она, условно, повторяющая арбаткой, оставит негативные. То есть объекты нет. И запишет их. А в кадре она просто из номерации пишет. По-моему, через это. Да, через это. То есть у нас будет список номера вкладов. Да. Мы запускаем эту чипсу. Она работает чуть-чуть, наверное, чуть-чуть меньше. После этого мы с вами можем увидеть, что слева поле не искать. И там должен появиться файл. После выполнения чипсу, если что-нибудь появилось, вы просто забройте файловый менеджер. Откройте ему слово. И должен появиться принципиальный файловый листочка. Тот, который у нас в конце этих чипсу. Куда мы ей сказали. Дальше каким способом нам нужно спарсить данные из текстового файла. Ну, в некоторый массив. Чтобы мы могли свободно обращаться по порядку ко всем индексам, которые для нас предложены. Вот. А библиотека Outlet CV позволит вам с помощью этих индексов просто обращаться. Так, у вас закончилось. У вас есть файловый менеджер? Можете его открыть? У меня 89 статус. У нас есть файловый менеджер. У меня не получилось, что у нас есть. Так. Теперь, чтобы заполнить массив, мы будем заполнять его в цикле, пробегать купайный по каким способом. Мы должны его онициализировать. Ну, купай, который является массивом, объявляется так, вот так. Это название. Это название. Ну, вы не назвали так вот вам удобно. Да, для фрэймс или что-то такое. Если что, вы можете меня спрашивать. Итак, после инициализации мы должны запустить загроб. Если кто-то знает Java, то там мы делаем опыт без ресурсов, чтобы сразу потом запреть. Ну, то есть мы создаем маленький цикл, в начале которого мы открываем какой-то файл, как что-то. И по окончании цикла этот файл открывается, и мы его больше не используем. В итоге это делается так. Выпишем withOpen. То есть, девайдер. Так. Мы можем таким же образом скопировать ссылку на текстовый файл через многоточек. И ставим вот сюда. И опять же я пишу с, чтобы назвать вот так вот. С файл. Пишем вот это вот. Массивно сфоризировано. Это все в основном. Пишем дальше написать. И это уже. Мы еще делаем в каждой следующей строчке. Это следующая строчка. Это следующая строчка. Тут мы просто объявили. Даты. Как его можно назвать. Или как его можно назвать. Дамбросы. Индексы. Что-нибудь такое. А тут мы начинаем циклы. Циклы в бетоне. Это отдельные течения. Нет, нет, нет. Это все можно назвать. Тут логическими блоками просто. Ну, можно будет. Циклы в бетоне, если что, выделяются тем, что мы пишем в боеточье в конце какого-то утверждения. И тупуляцию. Ну, то есть, если мы сейчас делаем после боеточья, то там автоматически будет тупуляция. Я просто предупреждаю, чтобы вы ее не сбивали. Не делали дополнительную. Не делали деприспейс. Потому что иначе он ничего не понимает. Я снять ол. То есть ол по другому. Мы открываем файл по данному пути. Мы открываем файл по данному пути. Как файл или другое слово, каким вы хотите его назвать. И дальше мы проходим со цикловым пор по каждой линии. Это делается вообще просто. По файлу. То есть для каждой линии. Для каждой линии. Очень похоже на человеческий язык. По файлу. По файлу. Ну, то есть мы открываем файл. Для каждой линии в этом файле. Мы обращаемся с ним как собрательный массив. Поэтому в цикле форм мы делаем каждый раз. Для каждой линии дата. Объект. Объект. Нам нужно привести каждое значение, допустим, во плот. Флот. Флот. Это всегда плавающая точка. Надо не обязательно вообще-то делать флот. Но давайте флот. Потому что ему после чаще всего будет больно. В этой стране. В приведении тех, кто делает флораций. Невший флот. Невший флот. Невший флот. Да. Ну да. Как это вы назвали? Это я просто... Ну да. Это... То есть, до пятой строчке мы вайли. Мы ее обвинем, предварительно приведя в тип флот. Вот. Это все, нам ничего больше не нужно сделать, мы в цикле все сделаем, но мы можем посмотреть, вообще случилось ли что-то и что-то представляет массив дата. Для этого нам нельзя написать print, мы просто можем написать в конце дата, убрав что-то, чтобы в цикле не проводилось и запускаем в ячейке, нам просто покажем, что там находится внутри запускаем ячейку, она быстро поменяется, и там вес из цифр точно такой же, как тут все, все просто. Это мы сейчас сваршили все нитры со сваркой. Да, сварок, которые там удивили, пожалуйста. Да, мы взяли парень, побежались в парень, и вот там было выглядело изображение. Да. Посмотрели на чиселки, все в порядке. Давайте просто расскажу, и вы в целом это не пишете. Смотрите, мы могли сделать вывод изображений, ну просто показать изображения в обычной библиотеке CV2, которую мы импортим для этого. CV2-точка, какой-то метод, который отвечает за картинки кимшоу, как она называется, и картинка кимшоу, как она называется. Но кимшоу может что-то блокировать, и может случиться что-то плохое, поэтому нам запрещают его использовать и делать, и мы делаем вот эту штуку в замену кимшоу. То есть называться она будет так же, для тебя будет то же самое, но кимшоу мне не нравится. Поэтому, согласны, что он в Google.kalab.batches мы вводим CV2-точка отдельно. Еще раз. И дальше мы инициализируем MassiveFrames. У меня MassiveFrames это то, куда мы положим картинки по индексам из нашего предыдущего массива. Мы импортируем библиотеку для того, чтобы выводить и выводить из... Чтобы просто вывести картинка, мы будем выводить через кимшоу, мы могли сделать и импортируем библиотеку, но и импортируем. Так, тут мы просто инициализируем пресс. Все хорошо? 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 Спасибо. Что? Тут пока все можно объяснить. Так. Мы хотим пройтись по всему массиву дата, чтобы положить вот сюда по индексам из даты картинки изменим. То есть в видео у нас лежит предметных видео, по-моему, всех должно быть, наверное, или как бы вы называли. Так как видео мы импортили с помощью опыт CV, оно уже в том формате, что мы можем обратиться к каждой его картинке по индексам. Но не совсем так это делается в массивах. То есть мы проходим по всему массиву дата, мы упустяем вредный 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 вредный. У нас получается 89 строков, которые мы использовали. Range это штука, которая импортируется. То есть сначала она на 1, 2, 3, ну и здесь мы указываем внимание, что это такой для каждой картинке в порядке до общей длины вредный вредный. Так. А вот это? Это просто неважно. Ну, вообще, ну, что вредный вредный вредный. Так. Здесь, ну, это наше видео, мы устанавливаем его по кадры, которые сейчас находятся. Типа как проект. Для этого мы используем такой идентификатор. Он указывает нам, что мы сейчас устанавливаем фрейм, на котором мы будем ходить. с чем-то идентификатор. А вот это уже число. То есть в массиве. Весь массив для вас будет выше. Ну и получается, что на дате по инкxу 0 у нас будет 40. Первый ключевой кадр они считают, что сороковой. Дата по индексу 1 будет 82 секунды. Второй ключевой. Ну, номер второго ключевого кадра. И так он интегрировался и каждый раз брать по индексу отсюда картинку. То есть, по сути, мы просто берем наши индексы, и берем картинку. Эти картинки мы хотим сложить в массив, который мы возьмем в корректе. Чтобы все было понятно. То есть, мы установили корректу, на каком месте мы сейчас находимся. То есть, позицию установили на вот такую. Дальше нам нужно считать что-то из видео по этой позиции. Видеорит будет возвращать вам фрейм. Во вторую очередь, фрейм это сама картинка. Это большая матрица, которая получше описывает картинку. А рез, это буллинская переменная. То есть, true или false. Если все хорошо, она будет друг. Если все плохо. Это не полезло. А, рез. А, верно так. Вот. И поэтому мы проверяем, чтобы зря не аппендить. Мы проверяем, все ли окей, все распачилось. То есть, если все окей, то вот эта штука уже вернула нам здесь труп. И если окей, то во фрейм мы точно так же, как в предыдущем раз делали, аппендим вот эту штуку. Это фрейм. Это картинка. А если не все окей? Если не все окей, то ли, чтобы видеорит не вернула картинку. Да, просто в таком случае, вот это условие не выполнится. И мы не сделаем это, просто никакой мусорной поможет. Ну, ну да, скорее всего нам всегда все поможет. Это просто эффективно. Я бы советовала вам еще сделать CV2R Show, то есть описать дальше в цикле прямо. Каждый раз, когда мы пасим картинку, после того, как мы ее сложили, если все хорошо, давайте выведем ее. То есть пишем CV2R Show и в аргументах передаем ей. Вот. Вот. Да, внутри. Ну, просто во всем цикле. То есть у нас на данный момент во фрейме лежит только что спальсовая картинка. И как раз мы делаем CV2R Show и в аргументах. То есть это метод. Это не класс. Короче, тут что-то какая-то проблема с массивом. Они считают, что у массива кренки нет. Да, да. Да. Типа, что Андрея, что у массива этого не надо. Так. По-моему, она будет немножко так. Ну, вообще. В дляхоже передаем в течение предыдущей. Да. Что там? Да. Дальше. Не вопрос. У тебя есть ли о чем-то вiga? У тебя есть ли о чем-то, нет? Как ты куда-то уйдешь? Так. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну и просто модерировать их спустя каждые 5 секунд, смотря что происходит в Диме Следующий чейкер мы пишем в консольную команду менеджер пакета DimaTorzok Мы говорим его представл И сразу субтитра Субтитры делал DimaTorzok Это уже следующая? Следующая стружка. Низна в стол положить. Нит, плюс, вверх. Вот это вот. Взыв. А плюс? Прям плюс. Вот так. Прям плюс. Вот здесь. Теперь я загружаю клип. Но это еще не все. Чтобы запустить клип. Будем запустить конкретную модель и все такое. Но в целом, слегка мы запускаем клип. Прям плюс. Прям плюс. Мы писали конкретно. Мы писали конкретно. У меня еще клипы стало. Гид, плюс и вот эту ссылку. Это тоже минус. Гид, плюс и ссылку только в... Нет, без помощи. Тут такая ошибка. Внимать... Сохранение... А, внизу так? Да. Ну что? Ну что? И подстал вот. Плюс. Плюс. И плюс вот эта ссылка. Я просто совершенно не гласть ее в память. Да. Вот так. Вот так. Вот так. Угу. Угу. У меня все забудилось. Там внутри должен был фокс выйти. Вот. Так. И сейчас мы зарегируем все память, по которым я рассказала довольно Это довольно минивальный код, который обеспечивает работу в связке двух архитектур. Как вы понимаете, нет такой архитектуры официальной, которую мы можем исключать уже предобученную, которая составляет работу в связке клип, который классифицирует изображение, и генератор текста. Это пока чисто на плечах эквазиастов, и у них был огромный блокбольный автомат, клаус и случай кода. Как это все связано? Я вам скидала по фармам, часть кода сейчас написали. Если посмотреть в код, там 24. Если у вас что-то с символом, какие-то предусмотренные произведения? Нет. Моя епископия по сегодняшний вечер. Беспублика. Однажды. Шо. О, нет. Сейчас я буду. Это отдельное название. А потом... Ага. Сейчас. Позвольте. Или нет? Еще. Так, ладно. А вы посмотрели фарифы, название, которое у вас понят по государству? Да. Да, я ее держу. Да. А почему... Так. Скажите, что G245? Вы можете открыть файл, например, import file, открыть по нему два раза, и справа находится окошко, так что это текстовый файл. Там лежит куча-куча импортов, как те, которые мы с вами писали. И это всякие модули и библиотеки, которые нужны для работы, связки двух. И вы видите, тут есть очень много всяких вещей. Там авторизация, трансформеры и студии, которые позволяют играть, чтобы выглядеть в фунт. Вот. И... И... Я не могу поверить. Все, все. А, что я хотел... По-моему, там... Собственно, все эти файлики... А, ну, вот. А, ну, вот. А, ну, вот. Это, в принципе... Вот, откуда мы взяли код. По соединению с группой типовой URL. Там есть, кстати, примеры работы. Там есть куча ячеек, куча кода. Все это мы сейчас выполняем по сути. И... Давайте я сейчас... В принципе, понятно, что происходит в этих шлихах. То есть, импорты... Огромные там некоторые импорты. Я просто вывезла файлик. И... Отдельный... Отдельный дом. Вся. Отдельный дом. Чтобы... Вся. Чтобы вас не надо... Извините своих. А что... Так, оттуда немножко. Ну, там сам везzo, если человек... Сам везду вздал. Должны появиться... А что они зачем причину? Вот эти штуки. Можете их скопировать. То есть мы обращаемся в карты из файлов, которые у нас спланировали из юбистория, и оборотим из них все, что нам надо. Тоже в консоль или в файлов? Как это написано? Вот я сейчас файлов закинула, который называется в юбистор, который был доступен. Нет, но куда идти? В консоль или в файлов? Это в консоль, это все в консоль. В файлов просто наступитель. Если понятно. То есть здесь у нас лежат всякие импорты, всякие библиотеки и прочих мячей, которые просто активничают на файлов. А штуки под названием модул лежат прямо в классе, которые отвечают за оперегацию вот этих двух моделей, написанных заранее вот этих мячонок. Я надеюсь, предокончена. То есть модный префекс MLP, они друг к другу обращаются, чтобы соединить воедино процессы. А это, смотри, в конце, на второй страничке, я вот это все написала, можно скопировать в ячейку, запускать, ничего не произойдет, но он просто ремонтит все, что там есть. Вот эта штука генерируется, лежит отдельно в генераторах, которые потом позволяют генерировать описание. Это те самые штуки, которые общаются с архитектурой JTT, трансформеров, которые запустили, и превращают в этот текст, и поддают его оплату в неговоримом виде, вынефтические описания. Вот. Немножко страх намрушен, что он берегов, изначально нашим паркетом, но вроде бы не было. А, ну, не знаю. А, ну, не знаю. Очень часто, конечно, что там, он просто не видит каких-то вещей, но если шал выполнять, значит все. Просто импорт запускает? Да, просто вот этот импорт пишем отдельно печень, нажимаем к плей, и ничего не происходит, да? И нам нужно будет доунглодер, я не знаю, что это сделано, но нам нужно будет загрузить один, дата-сет, то есть одни определенные лица для нашей модели по распознаванию картинок. То есть, как бы, мы импортим архитектуру, но архитектуру поначалу не заполнена всеми моделицами уже рододовыми, числовыми, которые дают тот переговорный лица. Вообще они дают тот переговорный результат в зависимости от того, на что она окучена. Мы можем окучать одну и ту же архитектуру на абсолютно разных вещах, и она будет нормально воспринимать те вещи, которые она уже видела, в том, чтобы мы ее обучили, но абсолютно быстрее всего не воспринимать те вещи, на которых не было при ее обучении. То есть для этого люди прицельно обучают ее, чтобы понимать аниме, чтобы понимать фруктики, чтобы понимать верюшек. Вот. И с помощью вот этого доунглодера нам придется выполнить авторизацию, в том числе, чтобы нажать на кнопочку, у нас линейки несогласные авторизуются через Google. И вот с помощью этой штуки загрузить нам офиса для модели воспринимательной покученной на дидссете вакуума. Это центр вакуум в Майкрософте. Это вообще очень популярный дидссет для обучения сечественных визуальных штук. Он нашпровывается как common objects in context то есть привычные объекты в контексте. То есть это не просто там кошки на первом он импортит кошки. Это правильно? Кошки 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 Можно? Мы импортируем это из своих файлов, которые мы скачиваем? Да. Мы импортируем свой файл в среду, которую он видит все запущенные лечейки и все такое даже как импорт там парик и все то есть файлы которые мы сейчас работаем вы там все создали файлы а сферал которые создали и вайл что мы начали то есть мы это все мы настраиваем окружение и все мы скачиваем целую историю ну да это все составляет наше окружение то есть Google выделяет нам машину настоящую с памятью и нас туда поместил на коротком периметре и там мы можем скачивать файлы а еще впоследствии запускания через следы есть какое-то состояние и вообще вот эти импорты это как у нас есть классы и мы должны изменить классы чтобы мы их импортировали а мы будем использовать естественно в регенерации туда я просто раскидала кучу кода которые импортировали по соединению модели какой-то мне удалось внести файлы какой-то вам приходится писать вот как я говорила у импорта находится куча импортов и мы просто импортим посредством файлов импортим все вот отсюда мы импортим модель которую ребята сделали отсюда генераторы которые общаются с GPT-2 и которые я ничего не могу делать то есть первая модель это практики это вообще модель которая использует генераторы это обучение которое использует все то есть модель одна просто две разные две модели то есть две архитектуры с пальцем гипетом так клип мы загружали раньше это первая квартира сверточки и трансформер GPT они связывают округ под названием Google P которые лежат в модели но вообще вот это все оно так же связано и обращается в одну модель то есть генераторы они предназначены для GPT то есть она нужна для загрузки модели мы установили две модели через модуль мы установили пакеты из которых мы потом еще обращаемся и еще можно сделать архитектуру но отдельно загружать на нее не сам там дальше мы будем отдельно в сайт о о о о о о о вот это то что мы делаем дальше нам вот вот этот ток где мы воспользуемся целого день названием доллодер мы загрузим доллодер и передаем в скобках true чтобы он использовал нашу актеризацию загрузить нам нужно пару вещей и уже из-за доллодера вызываем доллод и она есть у вас в файле кемп тренинг это тренированная веса на лоу да лоу на следующий внизу не будет делать самой себе с лоу вот какой это дета-сет который дета-сет это просто набор размеченных данных на которых человек это огромное количество картинок с котиками и там получается на живот ну на самом деле у 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 Продолжение следует... 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 как общее количество слов, потому что они слишком большие. Общее количество слов, которые мы обучим. Мы обучим на огромных количествах данных, на огромных количествах слов, поэтому словами превращаем. И поэтому эти слова разбиты на некоторых экземах, которые разбиты даже не по буквам, а по байтам. То есть наиболее часто встречающиеся отрывки пайтов в каждом слове, из них складываются наши предложения, которые мы туда вводим. То есть там не вектор из количества всех слов, в которых единичка стоит не только там, а на всех штучках, которые образуются слов таким образом, то есть наименьшего размера самореза, для большего фактического самореза. Ну, а так как это самореза. Это все. Спасибо. 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 . Я думаю. Я думаю. почитав все эти тексты, я думаю, почитав все эти тексты, я думаю, почитав все эти тексты, с ними можно бесконечно играться. Я думаю, почитав все эти тексты, почитав все эти тексты, как показывают, мне кажется, я думаю, почитав все эти тексты, без действия, без впечатления. Достаточной мне. Нет, но там нет регулярных моделей. Под них вообще отказались. Если смотрят на контекст, то другими средствами, например, теми средствами, за которыми у нас уже люди называются attention. А тут, в последовательности, если мы не как-нибудь более, мы описываем каждую картинку в области любительности. Спасибо. Я думаю, как-нибудь можно уже недолго текст послезать. То есть это не доделано или там сам текст редактируется? Еще раз. Он не учитывает картинки, он просто смотрит, что на каждую картинку текст дал, а потом уже анализатор текста, а он его исправляет или как? Мы не используем текст, который может генерировать клип. Клип не генерирует текст, она всего лишь распределяет по текстовому сайту. Из клипа мы используем просто светочка генеросети, которая определяет признаки. Эти признаки мы чуть-чуть трансформируем и подаем на jpt. И jpt уже из признаков настраивает текст. То есть на моменте с клипом, который генерирует картинки, у нас никого текста не появляется, мы этим не пользуемся. Мы пользуемся тем, что клип превращается в такой бейдинг, то есть вектора в какие-то опыте написаны. И вот эти вектора мы должны передать с помощью того, что он очень много модуля в jpt. Ну что конкретно передается в jpt? Я не знаю, потому что тут черный ящик, тут нет никакого вывода. Потому что просто есть модуль, который называется его кит, который видимо из этого же мейдинга все-таки составляет какое-то более-менее текстовое описание. И он подойдет к волнушку типу. А почему от рекулетных сетей отказательства в принципе современного бейли не используют? Да, в принципе, что-то сейчас пристали на пользу. Потому что они нагружают? Нет, потому что они поступают. Оказалось, что есть куда более интересные алгоритмы, которые принимают внимание в контекст, почему он любит. Да, в случае текста. Ну то есть контекст какой-то последовательности чего-нибудь. С картинками просто разговор другой. В картинках мы измеряем контекст совершенно другими способами. Вот. Если что мы приблиняем с картинками маленькими матричками и выделяем какие-то, сначала маленькие признаки, потом признаки из признаков, признаки из признаков. В итоге получается большая констанция признаков. Немножко я сейчас снимала, я хочу побольше попробовать на нашем видео, что-нибудь спасать, посмотреть. Да. Наши мой момент, как подключиться к своему гиду. Это выяснение чего-нибудь. Прямо сейчас. Вот. Панорама. В самом-самом концерте. В самом-самом концерте по Эрика я вам сделала два ячейки. Первое. From Google Cloud. From Google Cloud. From Google Drive. И Drive. From Google Cloud. Это мы портим библиотеку с названием Drive, которое на Google Drive. Вот. И мы подключаемся к своему Google Диску. И мы из клапа можем подключиться к своему Google Диску, кроме контекста, который мы тут видим в целом. Мы будем видеть в контексте еще и все дерева нашего Google Диска. И оттуда мы можем загрузить видос. Видос мы загружаем. Ну точно так же. Можно найти кони и копировать относительный путь. И положить его в спидва точку меню крипчур. Как адрес. Которым мы обращаемся, чтобы спальсить видос. То есть таким образом, в целом, человек можно спальсить видос из своего Диска. Только надо его добавить. Спасибо. ώ